СВОЯ ПРАВДА Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Павел. Здравствуйте. И с нами сегодня предприниматель-экономист Дмитрий Потапенко. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый. Ну, пожалуй, с Дмитрием Потапенко-то мы и начнём, потому что он был тем человеком, который сидел в зале во время прямой линии с Путиным. Хорошо, чтобы после паузы было продолжение этого времени. Который сидел, я сразу так это напрягся уже. Ну, возможно, всё может быть. Ну, то есть я, по-моему, спаситель добрый человек. Но в зале пока вы вместе с президентом, в одном зале вы сидели, возможно, это как оберег в какой-то момент для вас сработает. Не знаю, Дмитрий. Вы молчали, вам нечего было спросить у президента или просто не дали слова? А если бы дали, то с чем вы туда пришли? Ну, в сценарии не было запротоколировано моего слова, поэтому, собственно говоря, почему я должен был получить его? Ну, возможно, вы хотели, тянули руку, требовали внимания. В этом сценарии это не было предусмотрено. То есть там много кто тянул руку, но это не было предусмотрено. Хорошо. Вы с чем туда пришли? Просто помолчать или всё-таки было о чём спросить президента? Я бы приехал на «Говорит Москва», здесь бы час, мы бы с вами прекрасно помолчали, поставили музычку, пригласили бы девчонок, и это было бы существенно лучше. Я думаю, что и вы провели время, и я провел. Нет, я приехал всё-таки, хотелось задать несколько вопросов, связанных, в первую очередь, конечно, с экономикой связанных, но, в общем, этой темы особо никто не касался. Она была размазана, скажем так, как каша по тарелке ровным-ровным слоем, и, в общем, ничего нового я, к сожалению, не услышал. То есть, ну, опять-таки, это мантры из разряда «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, и всем бабам по мужику, мужику по бабе, и всем по тысяче долларов зарплата» – штука хорошая. Мы можем с вами, вот нас сейчас тут троим, каждый из нас может дать большое количество обещаний. Меня всё-таки интересовало некие какие-то практически, так скажем, кейсы, да, потому что то, что я видел на, там, ну, понятно, что в эфир выводится, наверное, даже не третья часть, это даже там, ну, может быть, тысячная часть из того, что падало на смс-портал, и это всё на, поскольку вы там ещё, вас как-то, ну, как зрители, уводили на какие-то другие планы, как это вам, вы, как журналист, знаете существенно лучше, вот, а мы-то находились вот в этой всей истории, то, в общем, 90% вопросов – это не про, там, уж извините, не про Сирию, конечно, и даже не про Дональда Трампа, потому что, в общем, где Дональд Трамп и где, например, люди, живущие в вагончиковых городках. Я даже, честно говоря, сейчас не воспроизведу эту вот фразу, ну, я просто регулярно это вижу, скажем так, и мы работаем даже в ряде таких мест, где жильё, там, так называемый частный сектор, вот, поэтому людей-то волновало то, что у них на кармане, и это, наверное, на мой взгляд, базис на… Социально-экономическое преимущество тематики. Это, ну, можно назвать это социально-экономическое, всё начинается, как говорится, как говорил классик, как говорится, сначала экономический бейс, потом политическая надстройка, потому что можно вот что угодно, опять-таки, пообещать, всем бабам по мужику, деньги где. Всё хорошо. Это Дмитрий Потапенко, мы ещё вернёмся к нему с расспросами. Сейчас Павел Салин, директор Центра политологического исследования Финансового университета. Павел, мы привыкли всё-таки к этим прямым линиям, которые уже обрели определённый характер, они консервативны по своей форме и по содержанию. Но всё-таки какую-то разницу заметили, они носят такой терапевтический эффект или должны носить, по крайней мере, вот это общение с президентом народ Российской Федерации должно успокаивать. Что в этом году? Ну, разницу я заметил, но она не такая, какая ожидалось бы, хотелось бы, которую заметить, потому что тот темп изменений, который власть продемонстрировала именно по нынешней прямой линии, он не успевает за темпом изменения общественного запроса, потому что, с одной стороны, да, есть изменения по тематике, в отличие от прошлых прямых линий нескольких, гораздо меньше было в внешней политике, меньше 10%, наверное. Те вопросы, которые, чисто внешнеполитические вопросы почти не было, один или два, были такие привязаны тоже к экономике, там, вот как санкции, да, всё-таки опять привязана, попытка была привязать их к карману конкретного потребителя. Да, была такая попытка совместить, ну, скорее удачная, чем неудачная. Вот, большая часть была посвящена, действительно, каким-то бытовым проблемам, но это первое, да, а второе, всё-таки сейчас очень модно говорить, там, об образе будущего, всё прочее, было ожидание каких-то системных мер, вот, не то, что там программу какую-то обнародуют, вот, а, там, ВВП повысит, всё прочее, но каких-то системных мер, а всё по-прежнему в режиме ручного управления. Кто-то живёт в бараке, надо разобраться, кто-то, кому-то должно государство какие-то деньги, не доходят, давайте губернатору позвоним и его отругаем. Да, вот, а режим ручного управления, он на себя, как основная модель, как основная модель, там, скажем, управления... Управления политически, да, управления, не смог найти замену, да, как основная модель управления, он себя, в принципе, исчерпывает. Ожидаются какие-то системные меры, да, люди ждут каких-то системных моментов, им нужен образ будущего, где каждый себя увидит в этом образе и будет этим доволен. А такого образа не предоставляется. Всё по-прежнему в режиме ручного управления, здесь и сейчас онлайн. То есть, вот такие полумеры, да, вроде есть сдвиги, в отличие от прошлых линий, но они не настолько масштабные, насколько масштабный сейчас сдвиг общественного запроса произошёл за последний год буквально. То есть, вы бы ждали что-то похожее на нацпроекты, которые были... Ну, может быть, нацпроекты, да, просто этот термин он себя тоже уже так скомпрометировал. Ну, что-то вроде нацпроекта, что-то масштабное. Он произнес же хорошую фразу – образ будущего, на мой взгляд. Образ, он целостный должен быть. А не там починить дороги, там губернатора попутки отшлёпать. Вот эта же фраза очень правильная. Это образ будущего, потому что это модель. Дмитрий, вы не поверите, но эта фраза, по-моему, сейчас повторяется чаще всего. Это да, она тоже замылится, она тоже замылится через какое-то время. Но ведь без этого, вот понимаете, мы всё время, там, вот сейчас вот 12-е обсуждаем, 13-е обсуждаем, вот там 12-е и Тверская. Вот я походил снизу вверх. Мы всё время рассказываем друг другу про какие-то победы. Там, условно говоря, там начиналось с викингов, туда же приплели, извините, форму НКВДшников, что вообще было отдельным сюром, извините, что так трэшово. Ну, неважно. Но что такое история? История, она строится на фактах и всё-таки определённом вранье. Ну, какой-то легендированный. Мифологизация, да, вот хорошее слово, коллеги, помогли. Мы точно не знаем, особенно, когда это уходит в тень истории, потому что что там было? Ну, мы говорим, что это была однозначная победа. Да из чего угодно можно сделать такую победу. Из того, что мы, вот у нас с вами было несколько эфиров, вот тот эфир какой-то наш там предыдущий, это была офигительная победа. И у нас, особенно если уничтожить исходники, то вообще о чём мы с вами говорили, не так важно. Да, конечно, мы просто оба договорились, что это была победа. Чья победа, кто с кем победил. А вот ключевое, каждый действительно должен ощутить, как у него на кармане что будет происходить, как его будет жизненно развиваться. Потому что вот эти, ведь, поймите правильно, вот представим, пофантазируем, что мы перенеслись на 30 лет назад. Ведь женщина, которая позвонила, она растит уже внуков в том вагончике, и ей ведь вот ру против ста, что мы можем найти, как предыдущие при СССР, при предыдущем президенте, при предыдущем-предыдущем президенте, каждый из них наверняка написал кучу бумажек, нахмурил бровь и сказал, там, губернатор, ай-яй-яй, губернатора уже, наверное, сняли, посадили, там ещё чего-то. А женщина в этом вагончике сама с двух лет выросла и воспитала уже своих детей и сейчас внуки. Ваш-то вопрос про образ будущего в чём заключался? А какой вопрос вы хотели задать? Да, я хотел задать два вопроса, если уж честно. Один вопрос у меня был, условно говоря, с заготовочкой, а второй, ну, первый, я хотел понять, собственно говоря, вот на все вот эти красивые вещи, где, откуда деньги. Вот где деньги Зина, я очень хотел понять, потому что, рассказывая про новую экономику, какую-то мифологическую экономику, мы всё время... Цифровую? Неважно, какую. Она уже, я уже заклебался, честно говоря. Я в этой экономике живой варюсь, и мне уже по барабану, как вы её называете? Назовите её хоть какой-то трансцендентальной. Вот трансцендентность – это какое-то матерное слово, непонятно о чём. Оно будет точно так же, как и цифровая экономика. Значит, у нас с вами реально некоторое время назад оторвало половину экономики, ноги оторвало человеку. Значит, у нас была экономика, у которой потом просела нефтегазовая составляющая, и половина экономики перестала существовать. У нас при этом расходы никуда не ушли, в два раза расходы не упали. Более того, ЖКХ, вот эта всякая требуха растёт, у людей ветхое жильё растёт, цены растут, и всё остальное растёт. Нужно найти вторую экономику. Её не нашли бы последние три года. Почему сейчас? И что произошло? Вот революционно, я подчеркну слово, отрыв ног, ног – это революционный был перелом. Что произошло революционного за эти два года? То, что мы сами себе оторвали ноги, подписав антиэмбарго? Ну, замечательно. Мы потребляем, конечно, мы можем гордиться, что мы потребляем свинину, и эта свинина наша. Правда, есть маленькое «но». Она на 25% дороже, чем такая же свинина, но более качественная, буржуйская. Мы той якобы… Она симпатичнее. Нет, она патриотичнее. Она патриотичнее. Она патриотичнее, потому что доказать, что она… вот когда у нас люди начинают говорить, что «я не буду есть импортное, потому что вот оно некачественное, а наше качественное», дружок, как ты можешь сравнивать, не имея сравнения? Откуда деньги на новую экономику, я правильно понимаю? Откуда деньги на исполнение всех этих указов, бараков и всего остального? Вот сейчас у нас идёт так называемая реинновация. 3,5 триллиона, а на самом деле там 10 триллионов – это деньги налогоплательщиков. Вот эти все стадионы, которые показывались, это деньги налогоплательщиков. Когда показали стадион в Калининграде… простите, я в Калининграде выдвигался в прошлом году. Стадион в Калининграде стоит на топе, в этом месте немцы всегда, извините, у них либо была, извините, свалка, либо болото. Ну, вернее, сначала было болото и свалка, ну, потому что немцы в адеквате, они не строят на топе сооружение, которое стоит, весит несколько там десятков тонн. И оно сейчас, это сооружение, садится. Мы получаем второй Зенит, арену Зенит, которая стоит как крыло от Боинга, как летающая тарелка и полет на Марс. А в этот момент вот эта женщина воспитывает внуков. Зашибись. Хорошо. Откуда деньги? Это первый вопрос. Второй. Второй вопрос. Он высходит из первого. Объясните мне тупому. Значит, в каждом городе есть сити-менеджер, мэр, губернатор и еще есть полпредпрезидента. Черт побери, почему же для того, чтобы что-то произошло в городе, должен президент на линии поднять бровь и сказать, ай-яй-яй, я сейчас поеду, и тут же, тут же все шмелем прибегают и заделывают какую-то ямку, унитаз ставят. Хочется сказать. У меня есть предложение. Вот как налогоплательщик. Давайте всю эту шоблу сократим к чертям зубачим, извините за мой французский. Вот просто их уволим. В каждом регионе назначим таджика. Я четко скажу, почему таджика даже. Таджика, который будет исполнять. Потому что, судя по всему, надо собрать эти 2 миллиона вопросов, передать таджику. Он, конечно, не очень хорошо понимает по-русски, но зато они очень исполнительные. Таджик – это не национальность, чтобы не было там за национализм, а это исполнительность. И вот пусть он эти 2 миллиона просто исполняет. А вот эту всю толпу, которая ездит с мигалками, с мальчиками, плохо слышащими, с трубочками в ушах, вот эту всю шоблу уберем и просто наймем вот просто исполнителей, которые 2 миллиона под вот этим угрозным оком президента будут выполнять. Мне кажется, мы сэкономим офигительное количество денег, и главный результат будет лучше. Но это мое мнение. Это Дмитрий Потапенко, Павел Салин сейчас. Как бы ответил Путин на это? Хорошая подстава. Хорошая подстава. Знаете, это вопрос, конечно, к президенту, но я думаю, что он ответил примерно так же, как вот на один очень интересный вопрос, который мальчик там задал. Первые 3,5 часа вопросы какие-то были ни о чем. А вот последние полчаса там что-то интересное пробивалось. Там молодой человек задал интересный вопрос, он, правда, наверное, по подсказке его смикшировал. Сначала был вопрос, по сути, про коррупционеров, а потом вот про каких-то что там, в Хаттемансе, выплаты, да, вот смикшировал. И президенту он сразу сначала про выплаты за это ухватился, а потом, в общем-то, про коррупционеров. Вот я думаю, на эти вопросы он так же бы ответил. То есть полемист прекрасный, почти 20 лет опыта публичной деятельности, поэтому острые моменты точно были бы сглажены. Ну, острых вопросов не было совсем. Ну, вот этот вопрос, и еще парочку я слышал, когда в машине ехали, и все. Да, который хоть как-то еще можно было, при том, что я могу сказать, что к чести ваших коллег, то есть на мониторах выходило очень много острых вопросов. Вот, вот, да. Вредители пробрались на телевидение. Вредители пробрались на телевидение. Ну, следующее, скорее всего, просто следующим продюсерам по рогам надают, они скажут, чтобы операторы работали качественно и не выводили неподходящие планы на мониторы. Но вопросов, которые были в зале, которые висели и постоянно вот ротировались, я думаю, что эсэмэски, скорее всего, просто в следующий раз запретят. Так дело не только в планах, а в том, что эти же вопросы видел Путин во время прямой линии. Он, кстати, сам это прокомментировал, сказал, что да, я смотрел и слева, и справа. Но он не самый острый, знаете. Но он взял такие, он взял очень... Там, от чего всё плохо, что-то вот такое прокомментировал. Да-да-да, там были очень жёсткие СМС. И персонально к нему, и персонально к системе. Прямо персонально, и прямо, то есть, это было всё очень жёстко. То есть, ещё раз говорю, уровень того недовольства, которое есть сейчас на сегодняшний день, его демпфируют тысячекратно. Я это вижу не вот в каждом регионе, потому что, когда мы говорим про вот это 12-е число и говорим про какую-то Москву, простите, а не в Москве то, что там по некоторым подсчётам, даже в маленьких городках 187 регионов подсчитали, что вышли на улицу люди. Это там что, тоже кто-то там детей выводил? Давайте забудем, что мы всё живём Москвой. Москва, конечно, это резонансный город, вопросов нет. Но, простите, Россия не заканчивается границей МКАД, и не заканчивается Калужской областью. Можно сейчас всю Москву превратить, что называется, всю страну превратить в Москву. Но, опять-таки, ещё раз говорю, вот эти бараки, они есть и в Москве, и есть там. Я вот говорю про программу той же грёбанной реновации, которая в природе не существует. Мой дом, в котором я прописан, включён, а барачного типа дом, который стоит напротив, не включён. И всё замечательно. Сейчас обращаюсь уже к Павлу Сальевну. Павел, возвращаясь к терапевтическому эффекту, то, что вот таких сообщений, такого гневного довольно характера, было довольно много, то, что они дошли, это сигнал для Путина? Это какой-то показатель термометра или нет? Вот обратят на это внимание? Вот я хотел бы начать с конца вашего вопроса. Я очень надеюсь, что обратят, но боюсь, что стилистика власти сейчас такая, что нет, вот закопаться, как страус, песок и всё прочее. Но нужно обращать на это внимание, потому что своим игнорированием острых каких-то моментов власть сама открывает путь для популистов, которые сами по себе позитивные программы никого не могут представить, но власть тоже её не представляет, они играют только на негативе, и по 12-м мы видим, что они, в принципе, способны выиграть, хотя позитива у них нет никакого. Вот власти, конечно, на это необходимо обращать внимание. Я очень надеюсь, что мой коллега окажется неправ, и что там не продюсерам за эти смски по башке, они нас настучат, а всё-таки будут как-то реагировать, может быть, не публично, а там по каким-то другим каналам. Но очень надеюсь, потому что если не будут это меняться, Если сделают, как я сказал, да, будет плохо. Да, будет плохо. Следующая прямая линия, она может быть... Последняя, как было сказано. Ну, не последняя, но следующая прямая линия может быть с очень сильно изменившимся составом участников, я бы так сказал. То есть, станет жёстче на эти вопросы, ну, как бы... Ну, может быть, я просто очень обтекаемо говорю, просто у власти есть, я боюсь, что и годы нет для того, чтобы изменить модель своего поведения. Она может, к сожалению, привести модель просто, знаете, ну, опять-таки, вы же журналист, прекрасно понимаете, например, как строится модель. То есть, сейчас бы были люди, люди которых приблизительно знают. Ну, туда же можно пригласить хлопальщиков, вот мне тут позвонили ребята, говорят, вот вы там отсидели молчаливо. Терапевтический эффект тогда пропадёт. Нет, для того, чтобы... Он уже пропал, вот сейчас, я думаю... Так нет проблем, так он, собственно говоря, там сидел, а там вопросы были распределены. Для того, чтобы была возможность успокоить граждан Российской Федерации, нужно в том числе отвечать на острые вопросы. Не надо, не обязательно. Если кастрировать совсем прямую линию... Не надо, не обязательно. Тогда это превратится действительно в хоккани, и всё хорошо. С точки зрения построения идеологии, я же регулярно говорю, дайте мне первые три канала в руки и ещё один канал радио, и я завтра легализую каннибализм. И это не фигура речи. Надо просто рассказать, например, что девушка в бараке живёт исключительно потому, что это виноват Трамп. Соответственно, кто там, парни не выплачивают за заработную плату, это потому, что проклятая, извините за это слово, сучка Клинтон внедрила в команду Трампа, Трамп на самом деле хороший, но внедрила ему в команду плохих дядей... Нет, нет, вот по телевидению это три года последние рассказывали, и это уже не... Если бы это по-прежнему действовало, сейчас бы мы во время прямой линии увидели бы те же самые вопросы, которые последние три года. Мы их не увидели. То есть, понятно, власть понимает, прежняя повестка дня внешнеполитическая исчерпана, а вот что вместо неё, вот не получается. Что-то вот такое, знаете, как предвидение было, около ноля. Вот такое ощущение, около ноля. Неплохо, но никак. Ваши коллеги, Павел, ещё до прямой линии высказывали предположение, что сейчас за несколько месяцев уже до выборов президента Российской Федерации Путин всё-таки должен открыто заявить о своём намерении участвовать, и, соответственно, должна появиться какая-то программа, иначе какой смысл был двигать вообще прямую линию на середину июня? Этого не произошло. Почему? Нет, про смысл мы с вами говорили здесь, когда в прошлый раз в этой студии сидели, как раз был апрель, стало известно, что передвигают. Неприятная повестка дня была, неудобная для власти. Очень просто. Да, были ожидания в апреле, что если прямая линия состоится ближе к осени, не сейчас в июне, а ближе к осени, то мы услышим какие-то хотя бы намёки, более-менее конкретные, про президентские планы. Сейчас смысла не имеет, и в политологическом сообществе, в элитном сообществе не было последние две недели ожидания от этой прямой линии, когда стало известно, что она 15-го, слив был 31 мая 1-й, что она состоится с 15-го, не было ожиданий, что президент обнародует свои планы дальнейшие. Если бы это было в конце августа и позже, тогда да. То есть нет, таких ожиданий в принципе не было, поэтому здесь разочарований нет никаких. Разочарование общее, что нам просто не говорят, как мы будем дальше жить. То есть вы нас любите, мы вот хорошие, у нас в принципе не всё так плохо, а там ещё хуже. Ну вот поверьте на слово, будет лучше. А на слово уже не верите. Вот эта фраза «стойте так, мы всё уладим», это вот этот прежний подход абсолютно, в чём проблема всех так называемых программ. То есть нет необходимости у тех, кто называет себя власть, хотя потому что, напомню, с точки зрения Конституции вся власть принадлежит народу, нет необходимости вообще какой-то обратной связи. А если обратная связь и затребуется, то она затребуется обязательно из-под контрольных... Так Павел ровно об этом говорит, что сейчас запрос уже на обратную связь есть. Он... Не только на обратную связь, на реакцию на обратную связь. Обратная связь есть, она там идёт по линии спецслужб и прочее, по линии многих есть. Конечно, ФСО готовит такие отчёты, что вы там закачаетесь. А реакции на неё нет. Вот да, потому что бумажки читают, но я даже могу объяснить, почему они читают эти бумажки, потому что каждый за отчётом ФСО, который есть, каждый из них понимает, что если он сейчас что-то предпримет, это удар по нему, конкретно, персонально, по тому, кто читает этот отчёт. Точка. И больше никак. Потому что он понимает, что вот для того, чтобы что-то сделать, закрыть эту яму, для этого нужно, в общем, будет что-то сделать со своим местом. И, скорее всего, это место ты должен будешь лишиться. А оно ему надо? Вернусь к конкретным вопросам, которые прозвучали во время прямой линии и тем, которые касались, в том числе, и вашей сферы деятельности, предпринимательства, экономики. Да, нам сказали, что у нас всё офигительно. Нет, такого не сказали. Почему? Нам сказали, что малый и средний бизнес 7 миллиардов по IT вывозит. По IT? Да. Единственная отрасль, которая ещё там чего-то развивается. Ну, через какое хозяйство почему? Я вам сразу... Ну, про банки. Про банки же сказали, что вам процентную ставку не понизит, что политика Центробанка такая. Я прямо, вы будете смеяться. Я, поскольку со времён цитирования, ну, я же старый пионер, который ещё цитирует «Малую землю», я вот, собственно говоря, сидел и прямо... Записывали. За минусочку я, да, записывал. Вот я хотел, у меня как раз был очень хороший образчик, он, кстати, вывалился сейчас в интернете по поводу малого и среднего бизнеса. На сайте, чтобы могли люди перепроверить, росэлектронторк, росэлторк.ру, размещен заказ в федеральной государственной больнице, больнице и учреждении, центральная клиническая больница, поликлиника управления делами президента, объект урологический, однокомпонентные фалопротезы. Две штуки хотят закупить из Соединённых Штатов длиной 16 сантиметров. Очень прекрасный, я считаю, тендер. Есть ещё такой тоже тендер для малого бизнеса, однозначно. Я думал, вы во время прямой линии записывали. Я, и это тоже я записывал, значит, да, тут, собственно говоря, вот правительство Москвы закупает услуги доступа спутникового интернета, ой, спутникового телевизионного вещания для своих, как это говорят, пансионатов с комплектом ночной, ну, т.е. с клубничкой. Потрясающе. Ну, вот ещё... Что, не люди они? Нет, я тоже считаю, что они люди. Вот Дирекция по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы препарат «Виагра» закупают за наш счёт. Ну, это лучше, чем золотые унитазы. Согласен, 275 упаковочек. Кстати, это для малого бизнеса. Да, я же... Подождите, вы же меня спросили про малый бизнес. Я же говорил, что я записывал. Я всё записывал очень подробно. То есть детское пособие 50 рублей, вот это замечательная история. Только я забываю, и вот у меня там ребята-студенты говорят, у них степуха там в районе 88 рублей. Я хочу очень задать вопрос. Вы только не студентам бы жаловаться, слушайте, на степенью. Нет, не в этом дело. Вопрос в том, что это нам жаловаться, потому что налогоплательщику эти 88 рублей стоят кратно дороже. С нами сегодня предприниматель-экономист Дмитрий Потапенко и директор Центра филитологических исследований Финансового университета Павел Салин. Сейчас новости, после них продолжим. Каждый авторитет. И у каждого своя правда. 17 часов 35 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня рефлексируем после прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. С нами директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин и предприниматель-экономист Дмитрий Потапенко. Прежде чем мы перейдем к вопросам нашей аудитории, а их уже довольно много нападало, еще плюс будем принимать телефонные звонки, уточняющий вопрос к Павлу Салину, который как раз коснется внешней политики. За Медведчука. Почему сегодня Владимир Владимирович так, как это, по-простецки, если сказать, топил? Ну, я так понимаю, что там непростая ситуация у нас развивается с Донбассом и все прочее. Там новая виточка развивается, а господин Медведчук одна из ключевых непубличных фигур в этой ситуации. Поэтому, думаю, здесь вот Донбасс... Но увеличили, причем сделали сознательно это. И я так понимаю, что вот это как раз была одна из заготовок сказать что-нибудь хорошее про Медведчука и как про украинского лица. Нет, ну, это, знаете, вообще не в формате прямой линии. Я думаю, что это какие-то чисто аппаратные, как говорят политологи, разборки, потому что к прямой линии, к целевой аудитории прямой линии это вообще никакого отношения не имеет, внутри страны точно. Все-таки прямая линия на внутренней аудитории ориентирована. Поэтому это что-то с процессами в Донбассе связано. Не могло это для Украины именно прозвучать? Ну, может быть, и для Украины. Ну, как сказать, Донбасс это тоже отношение наше с Украиной, понятное дело, да, могло для Украины прозвучать. Здесь просто для меня была неожиданность. Я тоже размышлял, что бы это могло быть. Пока вопрос остается открытым. Это не связано с форматом, это вот искусственно как-то вкрапление было. Теперь уже подключаем нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-8888-94,8. Ну и работает наш Телеграм, говорит МСК-бот. Сейчас уже будет наша аудитория. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вопрос Дмитрию можно задать? Давайте. Я из подмосковного города Пушкина, здесь все коррумпировано вообще насквозь. Закрыл свой бизнес. Алло. Да-да-да, мы слышим вас. Ну, я видел вас, как вы с понурым лицом сидели. А что вам не дали ответить ни на что? Ну, да, начнем с базы того, что мне отвечать-то задач не было. Там был Ланин Владимирович. Он пока еще не в центре сидел. Да, не в центре, я сидел в другой части. А, собственно говоря, меня, как говорится, там никто особо и не спрашивал. Моя задача была выполнить роль статиста. Вот я единственное забыл зайти. Обычно говорят, вот в массовке платят 500 рублей. Я надеюсь, что мне хотя бы 550 должно было перепасть. Это же странный подход. Сидите, критикуете, говорите о том, что статистам пришли. А чего пришли-то? Я, ну, ручку-то я старался тянуть, что называется, а толку-то? Вопросы-то были распределены, к сожалению. И, кстати, даже между среди распределенных вопросов не все вопросы были отвечены. Потому что там, ну, я с точки зрения технологий понимаю, теперь я там уже внимательно просмотрев, я понял, кем там надо быть, чтобы быть не просто лицом в кадре. В общем, ну, этот, я понимаю, что каждая линия все-таки сценарий разный. То есть, когда-то бывают вопросы из зала. Я, собственно говоря, был к этим вопросам, старался готовиться. В этот раз вопросов из зала мне не удалось, соответственно, задать этот. Вот и все. Да, Павел, что-то хотели добавить? У меня есть просто такой фильм по полету над гнездом кукушки. Да, там это, есть замечательная фраза, я хотя бы попытался. Да, я хотя бы попытался. Главный герой говорит. Да, вот это я ясно старался. Когда все говорят, нет, это невозможно, попытался он оторвать этот камень от земли, не получилось. Он говорит, я хотя бы попытался. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас, Алла, здравствуйте. Добрый день, Дим Борисович. Да, Дим Борисович. Выводы только начиналась передача, все, я, в принципе, там написал, но мне все становится ясно. И с самого начала выступления, все три с вами, часа четыре послушал, медицина, образование, проблема, дураки, большими буквами в кавычках, и дороги, ну и что еще, дыры в бюджете. Держитесь, ребята, держитесь, как господин Медведев сказал. Другой вопрос, кстати, нашим ведущим. Почему, почему в заготовках не было на самом деле никаких жизненных и проблемных вопросов, а все было вокруг до около? А жизненные проблемы – это что? Жизненные проблемы, ну, так скажем, такие, ну, как, вот только что человек с Пушкина звонил, предприниматель. Ни одного вопроса с точки зрения экономики вообще не было. Ни одного. Ни одного. Я прошу прощения, но там спрашивали и про предпринимателей, и спрашивали про кредитные, про ставку по кредитам, ну, что это? В самом начале там были вопросы про экономику, но никаких ответов конкретных не прозвучало. У нас все хорошо. Вот об этом я и говорю. У нас все хорошо, но вы держитесь. Вопрос в другом. Я как предприниматель не могу ни кредит взять, попадая в Рейдерский захват, закон меня не защищает, отправляя товар фурами, я плачу дополнительные деньги. Те же вопросы вокруг да около, на которые должен был президент как раз ответить. Они, я папа, а вы дети, будьте добры. Ребенок жалуется, не хватает лекарств. Сделаем лекарств. Не хватает, я не могу 42 года на работу устроиться. Хорошо, мы позвоним, устроитесь на работу. В 52 не можете дальше работать до 65, до пенсии, никаких проблем. Дим Борисович, а если бы вам, вот вы дозвонились бы, предположим, на прямую линию, и президент бы сказал, Дим Борисович, ваши проблемы мы решим, вы хотите сказать, что вы были этим недовольны? Вы знаете, вопрос не только моих проблем. Проблемы надо решать в целом. Проблемы всей страны, а не мои личные даже проблемы. Личные проблемы, вот ваши, так скажем, гости уже обозначили, их должен лежать губернатор, главврач в больнице и так далее. Принимается Дим Борисович. Это больше даже не вопрос, а комментарий. Ну, это вот о чём мы говорили, о чём мы говорили. Отсутствие системного подхода, и вот по итогам прямой линии недовольные люди, они должны получить вопрос, что нам дальше делать, как дальше жить. Ответ. Вот послушав, да, ответ очень простой по итогам этой прямой линии. Подождать ещё годик и дозвониться в прямую линию президента. Вопросы будут решены. Всё, других вариантов нет. Вот по итогам прямой линии складывается такое впечатление. А впервые, что ли, такое? Вот это всегда? Нет, такое всегда, но 10 лет это нормально воспринималось. 10 лет назад, скажем, 5 лет назад это воспринималось нормально, а сейчас уже другие вещи-то. Другие смс-ки приходят. Другие, вот в том-то и дело. Дело в том, что, ещё раз говорю, власть никоим образом не работает с вот этим, это почему-то называется протестом, даже близко к этому протеста нет. Ещё раз говорю, нельзя создавать, создав родоплеменные взаимоотношения, которые вы построили, ожидать около буржуазному обществе, что все заткнут себе пасть. Либо вы тогда, я же говорю, досоздайте авторитаризм, передавите каналы распространения информации, будет такой классический авторитаризм, правильный, чёткий. И тогда всё будет нормально. И тогда у вас не будет попискиваний, вы будете проезжать, как цари по центральным улицам, и то, что вы делаете сейчас с Москвой, когда вы расширяете, то есть вы делаете из Москвы европейскую столицу, только для себя, всё правильно. То есть огораживаем садовое кольцо и в рамках садового кольца ставим турникеты, и живёт там только чиновничество. Правильный подход, абсолютно логичный, да. Но тогда сделайте его окончательно и бесповоротно. Тогда припишите просто нас к УВД конкретно, и мы будем просто понимать, что нам нужно там ходить, барщину отдавать, это будет понятно. А сейчас и как-то обезьяна с гранатой, и некрасивая, и неумная. Поэтому мантры, они работали какое-то время. Мы всё время живём какими-то победами. А надо не победами жить, надо жить жизнью простого человека, обычного, вот из того вагончика. Вазисна. Алексей Врач пишет. Власть, мы не работаем, мы не производим. Мы только просим, папа, помоги. Самим надо трудиться, а не от Путина ждать помощи, пишет Алексей. Правильный подход, только трудиться-то нужно, чтобы были какие-то чёткие правила, условия, да, и вот ты видишь, что если ты делаешь что-то, ты можешь рассчитывать на то-то, а если ты это не делаешь, то ты на это не можешь рассчитывать. А сейчас непонятно, сейчас на что ты можешь рассчитывать. Трудишь, трудишь, если брать предпринимателей. Один бизнесмен, хорошую фразу сказал, региональный бизнесмен, говорит, а зачем бизнес развивать, зачем мне зарабатывать второй миллион, если могут прийти отобрать первый? Всё правильно. Вот, правильно, зачем? Вот в этом-то и фишка, да. Это же логичный подход-то, потому что... Дмитрий Потапенко на свободе до сих пор, ещё на прямой линии ходит, да? Ну, это чья-то недоработка, как говорится. Да-да-да, слушайте, вы знаете, вот каждый раз эта провокация на меня реально сильно, очень сильно дёргает. На накаркайте, на накаркайте. Да, на накаркайте, ну вас нафиг, знаете. Вы лучше вот экономист, слово применяйте, потому что, знаете, вот каждый раз я действительно сильно подёргиваюсь, глазик подёргивается. Потому что, нет, это абсолютно верно. Потому что вот если бы у меня была возможность задать вопрос не кратко, а чуть-чуть длиннее, то я бы... То есть мой вопрос, заготовочка была... Вот вы же задали вопрос, она была следующая. А заготовка была следующая. Владимир Владимирович, вот вы лично, да, вот если бы это сейчас попало на какую-то прямую линию. Значит, вы несколько лет назад сказали, что возбуждено 200 тысяч уголовных дел, всего 15% по делу. Всё остальное, 185, там, я буду округлять, извините, там, огрублять. Это не по делу, а про отжатие среднего и среднего бизнеса. Не пола так отжимали. 185 тысяч. Увеличили социальные взносы. 600 тысяч предпринимателей и пешников закрылся к джетям с зобачем. Сейчас, соответственно, вы там повышаете, то есть вы внедряете платон. Соответственно, 2 миллиона дальнобойщиков, ну, миллион хотя бы, от которых вы называете, что они там серые, стоят без работы. Значит, ребята, у вас суммарно наваливается какое-то немеренное количество людей, которые... А, 31 тысяча предприятий розничной торговли и стационарки, не стационарки, в Москве была снесена в ночь длинных ковшей. Всё это миллионы работоспособных, рабочих мест, я не побоюсь этого слова, миллионы, они куда-то ушли у вас, куда-то у вас ушли. Чёрт побери. Вы, Владимир Владимирович, лично сказали, что правоохранительная система является системой по отжатию и разрешению неких каких-то споров. Давайте сделаем простую вещь. Пусть эти 185 тысяч дел, рассмотрите каждое и верните имущество законному владельцу. Потому что на этих 185 тысячах, даже если бы хотя бы взять, что там по 50 человек работает, то это, извините, так суммарно почти 10 миллионов человек попало под этот каток. А у нас всего, чтобы вы понимали, 60 миллионов трудоспособного населения. То есть это тоже не вопрос, а просьба такая. Это не просьба, простите, вы ищете какую-то вторую экономику, вы её сами сносите, о чём вы говорите, вы её где-то ищете, так вы либо определитесь, либо вы, я уже это много раз говорил, уже даже есть эти выступления. Не нужен вам ни малый, ни средний бизнес. Честно скажите, что вам нужно пилить ресурсы, либо распределять около чиновничьих контор. Потому что у нас вот этот так называемый подъём сельского хозяйства, все субсидии идут совершенно двум конкретным компаниям. И чисто случайно почему-то они имеют очень чиновничьи корни. Ну, чёрт побери. Тогда вы просто признайтесь и скажите нам, что, ребята, закрывайтесь и валите. По крайней мере, хотя бы люди будут это понимать. На вопрос встречает Павел Салин. Шучу. Шучу. Всё, сейчас. Вопросы от аудитории. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый. В эфире, пожалуйста. Меня зовут Георгий. Я бы хотел вот, значит, давайте, вот я слушаю радио и вижу, с каким остеревенением два ведущих пытаются что-то доказать, какой-то застой и так далее. Да вы подумайте, немножко вернитесь назад. Примерно в 2013 году, а потом в 2014 году, когда все, в том числе наверняка и вырубка, плескали тому, что Крым объединился с Россией. Вы не видите этих отоголосков? Вы не видите, в какой мы заднице стоим сейчас, что ли? Опять сейчас. Мы это делали сознательно. Мы это делали сознательно. А теперь пожинаем плоды. Да будьте терпеливее. Да, развиваться надо. Нам по башке дало, жизнь дала по башке, понимаете? Мы жили за счет продажи своих ресурсов. Нам дало по башке жизнь. Я сейчас переформулирую коротко. Что вы ноете, Дмитрий? Примерно так это звучит. Ноем? А где же мы ноем, собственно говоря? Мы как-то умудряемся выживать. И, собственно говоря, если посмотреть вокруг, тот же малый и средний бизнес умудряется уже дышать не под водой, а в песке под водой. И, тем не менее, большую часть того, что люди носят, едят, получают в виде услуг, они получают от предпринимателей. И это делает далеко не государство. Мы какого-то бесплатно. Мы за это деньги платим вообще-то в автомете. Платите, безусловно. Но только эти же деньги тоже-то откуда-то появляются. Все эти блага, они тоже как-то привезены. В них сначала инвестировано. А все, что вы получаете от государства, вы почему-то за это платите, но в это, опять-таки, вы вложены наши же деньги. То есть, у нас получается такое тройное-четверное на налогообложение, что, собственно говоря, и есть. Ну, 627-й тоже пишет. Нытиков и беспощадных, ядовитых критиков пригласили в эфир. И ду-ду-ду-ду-ду-ду пишет 627-й. У нас все хорошо. Вот как фильм этот, о чем еще говорят мужчины, когда там они обсуждали, мужчина 40-летний, как любовница хочет о моей семье ушли. Они из семьи не хотят уйти, но и любовницу нельзя опасать. И вот у любовницы нужно так глубокомысленно сказать, надо еще чуть-чуть подождать. Да-да-да. Чуть-чуть подождать. Вот, знаете, вот такая точка... Она чуть-чуть подвырастет, чуть-чуть подмоется, подвыздоровеет. Да, чуть-чуть надо подождать. Вот это чуть-чуть уже, понимаете, нам говорили, 2-2, 2,5 года надо просто сидеть, ничего не делать, подождать. Я просто уже в предвкушении. Ну, например, придет там или вышел бы сегодня Путин. Речь не идет о том, понимаете, речь не идет о том, чтобы... Вот вам позитивная программа, Павел, вот, пожалуйста, вот она. Что ты тебе скажешь? Понимаете, речь не идет о том, что... Фигня. Люди и Потапина скажут, фигня. Нет, речь не идет о том, что надо сидеть и ждать, когда нам вот все опа сверх свалится, как 10 лет назад нефтяная рента. Речь идет о том, чтобы сказать, ребятки, давайте мы предлагаем вам идти вот так, и так, и так, и будем это обсуждать. А нам говорят, что все, в принципе, неплохо, и надо еще чуть-чуть подождать. А что мы будем делать, вот непонятно. Давайте обсуждать, что мы будем дальше пошагово, стратегически, системно делать. Нам предлагают сделать то-то, то-то. Мы скажем, хорошо, окей, это сделаем, а это давайте обсудим. Или скажем, нет, все сделаем, пойдем так, и так, и так. А ведь не говорят ничего, что делать. Говорят, либо какие-то облачные технологии где-то там в облаках, либо надо, давайте, чуть-чуть подождать. Подождать. Подвырастет она. Да. Кстати, сегодня Дмитрий Потапенко фактически Путин упоминал, как ты говорил о критиках существующих. Меня? Да. Ну, косвенно, косвенно. Мол, разговаривать можно только с теми, кто не просто критикует, а предлагает. Так что вы предлагаете, Дмитрий? Ну, если вы знаете, понятно, что существует у нас программа Столыпинского клуба, и в том числе, которую представляет и я один из экспертов, я сразу могу сказать, что это дискуссионная история в экономике роста, которую мы предлагаем. И Кудрин ваш конкурент. И у нас там три конкурирующих программы. Самое главное, что, по крайней мере, есть хоть какая-то минимальная дискуссия, и сразу, чтобы было понимание там, это дискуссия, да, там наша программа, его программа, есть еще там Глазевская вроде программа, ну, то есть есть хоть какое-то минимальное столкновение, хотя понятно, что по сравнению с другом президента мы, конечно, никто, ничто, и имя наше, в общем, мальчик, отойди в сторону, не мешай деньги по карманам тырить. Но, тем не менее, предложения такие есть, вопрос совершенно в другом, что нравится нам это, не нравится, что как только мы начинаем отсматривать каждую из этих программ, это, как, знаете, с уголовными делами, которые делают ребята, очень часто ко мне из АБЭПа обращаются, говорят, вот мы не очень понимаем, вот где здесь какой схематоз. А я, поглядев по документам, говорю, знаешь, вот я тебе сразу могу сказать, через пару месяцев тебя вызовут начальник, скажут, значит, так, это дело случайно исчезло, ну, просто исчезло, потому что вот здесь, здесь либо зам губернатора, либо губернатор, либо мэр, либо твой же начальник, извини, там попадается, либо ещё кто-то, потому что вот Павел же говорил, он произнёс, важно менять, сейчас важно не девочек в борделе менять, а бордель сносить. Речь идёт о системных изменениях, и сейчас вот к системным изменениям те, кто тепло уселись на попы ровно, они не готовы. Почему они дают такие обещания? Как не покажется, они крайне прагматичны, они делают правильный вот этот лапшо-одевательную эту историю, потому что как только ты им предложишь какую-то программу, каждый из них читает эту программу, он говорит, так, ага, он понимает, а вот здесь, извините, я слечу с министерского кресла, и министерство моё вообще надо расформировать, потому что оно физически не нужно. А это так, мы занимаем четвёртое место по количеству чиновников, мы, они как болото воспроизводят самоё себя, потому что можно предложить всё, что угодно, но фактически им нужно предложить один указ, товарищи чиновники, все первые министерства, напишите первый приказ, министерство ликвидируется, второй указ, собственно говоря, я увольняюсь. Вот эти два приказа надо написать. Вот тогда, что, вот это будет реальный всплеск экономики, потому что сейчас у нас, мы несколько лет с вами уже там встречаемся, было 50 нетарифных сборов, сейчас их 70 нетарифных сборов, у нас 76 контролирующих организаций, все что-то контролируют, но при этом качество услуг падает, зашибись. При этом живут, живут, получают заработную плату, участвуют в экономике. Более того, опять же покупают у вас услуги, Дмитрий. Да они в том-то и дело, что они не покупают услуги. В том-то и дело, что есть по закону экономики, потребности-то растут, понимаете, нам сейчас вот предлагают, а как было раньше, да, давайте вспомним, вот что было в 90-е годы, уж как мы плохо жили в 90-е годы. А в 70-е? Да, нет, в 90-е мы жили хуже, в 70-е. Мы жили, ну, в 2007 году эта апелляция работала, прекрасно власть к этому апеллировала, мы помним избирательную кампанию седьмого года «Единая Россия», абсолютно всё работало, прекрасная апелляция «Лихие 90-е» и всё прочее, но люди-то уже по-другому успели пожить 10 лет, да, и эта апелляция не работает, сейчас люди вспоминают, как мы жили в нулевые, с этим сравнивают. И здесь уже вот этими вот морализаторскими вещами не поможешь, что давайте, вот мы всё-таки неплохо жили 10 лет, сейчас времена трудные, ну, не сработает это с точки зрения массового сознания. Уровень был позиции, но динамика была позитивнее. Да, динамика, правильно, динамика, образ-то, зачем он нужен, чтобы человек в себе в голове вообразил динамик, чтобы он получил заряд позитивных эмоций, что он, пусть он не получит того, что он себе вообразит в голове, но он должен надеяться на это. А вот такого образа не рисуется, нет такой надежды. Вот в этом-то проблема. 7373948, ещё один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте. Алло, да, да, здравствуйте. Знаете, хотелось бы отметить, что мне кажется, у нас уровень коррупции сейчас настолько зашкаливает, что коррупционерам 90-х и не снился тот уровень коррупции, который сейчас. Когда у конкретных физических лиц находят миллиарды наликом, и эти не министры, и не премьер-министры, а полковники, даже представить всю эту схему, какая там крутится денег, то ни о каких пенсиях, ни о пенсионных возрастах вообще даже говорить не о чем. То есть, ваш главный запрос, когда же они к чёртой матери поведят коррупцию, и что? Сами себя. Не только, смысл в том, что какие бы преобразования мы не попытались сделать, всё это упрётся. Вот эта пушка, она не просто верхушка коррупционная, это пласты. И такое чувство, что Владимир Владимирович, он только последний скрепляет вообще нас, население, с этими пластами власти. Если его убрать, то он вообще куда-то улетит в небеса. Спасибо, принимается. Комментарий? Сто процентов, сто процентов верно политологический анализ. Единственное, на что опирается наша политическая система, это рейтинг президента. Всё, его не станет, всё развалится полностью, абсолютно. Да, и все это прекрасно понимают, и все боятся каких-то системных изменений, потому что системные изменения подразумевают и изменение роли президента. То есть, рейтинг нужно изъять, вместо него что-то вставить, и бояться, что вставлять-то будет нечего. Не бояться, а так оно и есть. И самая-то основная проблема, мы же должны понимать. Ну, давайте будем честны, президент-то не вечен. То есть, изменения всё равно должны произойти. Вопрос в том, когда, да. И чем позже они будут происходить, тем хуже будет всем. Потому что президент-то не молодеет, он не может эту шайку-лейку, которую он, кстати, сам выкормил, вот эти башни, которые он бы понаставил, это его произведение. И сейчас, я могу сказать, он является заложником этой системы. Сейчас система над ним. Он был молод, горяч, силён, он построил эту систему. А сейчас система его же и пожирает. И вот чем дальше, тем ему сложнее из неё вы выскочите. И реально, что называется, у него, ну, то есть, он сам выкормил этих шакалов. Вариантов нет. 770-й пишет, о чём вы говорите, 10 минут, не могу понять. Мы рефлексируем 770-й. Мы восторгаемся, почему мы? Рефлексируем? А, ну, рефлексируем. Рефлекс-тальт нужно закрыть, Дмитрий, вы о чём? Подожди. Да я, знаете, мы, по-моему, это произошедшее. Каждый день. Надо же, проблема в том, что не говорить надо, а делать уже, понимаете? Ручками. Говорим, говорим-то мы уже долго, ля-ля-ля. Я имею в виду, не здесь передача, а вообще все мы, и эксперты, и власть, и всё прочее, но уже делать пора надо. Павел Салин дошёл до сама критики, наконец, уже. Да, да. И предлагает уволить себя из политологов и заняться уже делом, наконец. А лес валить, да, вот после сеновичного разговора. Дело в том, что Павел, он, понимаете, если не будет политической системы, Павел не нужен. Вот поймите правильно, он как учёный, он же вот… Эксперт, я не люблю слово «учёный». Хорошо, пусть будет слово «эксперт». Он смотрит вот за этим паноптикумом, и он может делать какие-то выводы, прогнозы. Если этого бульона не будет, то он ни как эксперт, ни как учёный нафиг не упирается. Он может сказать, что, ну, в целом, вы можете выбрать Путина, либо Путина. А можете Путина выбрать, но у вас есть вариант выбрать ещё Путина. И тогда он, собственно говоря, как эксперт, ну, может как-то вот из этих трёх, из четырёх вариантов как-то жонглировать ими. Но с точки зрения вот обсуждения, мы с ним, конечно, можем чайку выпить, но как-то это обсуждение будет достаточно шизофреническое. Лучше по бабам, что называется, за бабах поговорить. Второй раз уже предлагаете за одну программу. Так я предлагаю, собственно говоря, в некое практическое русло, пейте. 7-3, 7-3, 94-8, через две минуты. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правильно мы поняли эту передачу, что государство наше обслуживает крупных капиталистов, в том числе и иностранных, как и положено к капитализме, да, и поэтому возмущение это ни к чему не приведёт. Так ведь? Спасибо. Да. Капитализм Дмитрий Потапенко, пожалуйста. Ну, на счёт капитализма, вы знаете, назвать это капитализмом, когда идёт перепил, основной принцип всё-таки капитализма, это крайне развитая конкуренция. Какая же развитая конкуренция, когда... Это называется рода... Другой термин есть, открываете учебник истории, называется рода племенные взаимоотношения. Есть рода и племена. Вот, собственно говоря, в данном случае нет никакого государства. Вы всегда человека отождествляете, вы всегда говорите, вот есть государство, а там есть какие-то люди. Нет, есть конкретно персонажи, представляющие так называемое государство. Они относятся к родоплеменным взаимоотношениям. Вот эти так называемые башни Кремля, которые они сами себе листят, на самом деле это просто рода и племена, которые между собой сшибаются. И нам до капитализма, нам бы ещё бы, знаете, сначала пройти бы какой-нибудь рабовладельцевский строй, судя по всему, исходя из рода племенам взаимоотношения. Там, слушай, феодализм. Феодализм. Представляешь, сколько надо прокопаться? Да, по итогам сегодняшнего разговора, да, поговорили хорошо, делать пора. Да, пахать. Вжобывать. Вжобывать. И тоже такое утилитарное предложение от Дениса на ум. Сейчас, секунду, подождите. Куда-то делось. Вот, даёшь прямую линию каждую неделю, может, и перерешаем вопросы каждого страждущего. Это правильно. Это очень лучшее предложение. Просто возить Владимира Владимировича по городам и весям. Просто возить. Вот возить его, вывезли его в Тулу, и Тулу сразу заработало. Вывезли. И вот просто у нас немного городов, всего там городов 300, как раз день в городе, и всё будет решено. С нами сегодня был директор Центра политологических исследований и финансового университета Павел Салин и предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко. Спасибо за участие в дискуссии. А сейчас новости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!